Проблемы сбора и оценки достоверности краеведческого материала. Книга «Купинский район в именах и лицах» издана Централизованной библиотечной системой Купинского района в 2019 году, к 95-летнему юбилею нашего района. В ряду собственных изданий нашего учреждения книга имеет особый статус и ценность. Дело в том, что содержание этого издания – это краткие очерки биографии тружеников Купинского района, создавших и создающих его историю и благополучие, победивших в войне и с честью переживших безвремени перестройки, а также о тех, кто сегодня трудится для процветания Купинской земли. Работа над книгой заняла более двух лет. Это совместный проект администрации нашего района, Централизованной библиотечной системы и редакции местной периодической газеты «Маяк Кулунды». В процессе издания решались новые для нас, связанные с этим видом деятельности, проблемы. Возможно, наш опыт будет интересен коллегам и полезен в дальнейшей работе. Существующие методики работы с краеведческим материалом в большей степени касаются географического и биологического краеведения. Биографическое краеведение наиболее сложное на всех этапах работы. В нашей Центральной библиотеке есть своя наработанная методика сбора и систематизации краеведческого материала, но коллектив оказался сразу перед несколькими проблемами. Во-первых, ограниченность по времени. Дело в том, что издание готовилось по заказу администрации к юбилейному торжеству. Во-вторых, отсутствие основного пласта биографических материалов в районном архиве, отсутствие материалов в музее и бессистемность биографических публикаций в районной газете. Она была в разных рубриках, по разным поводам, с различным временным интервалом и достаточно эпизодичная. И кроме того, мы столкнулись с проблемой единовременного поступления сотен единиц документов, требующих обработки в кратчайшие сроки. Поэтому нашей группой, нашим учреждением применен ненаучный, но достаточно результативный прием сбора материалов, так сказать, по всенародному кличу. Итак, источники информации и способы ее сбора. В местной газете несколько раз было опубликовано обращение к гражданам с просьбой поделиться с сотрудниками библиотеки материалами и воспоминаниями об известных и заслуживающих памяти потомков-земляках. Кроме того, редакция районной газеты «Маяк Олунды» также принимала граждан, предлагающих номинантов для книги. На ее страницах на протяжении всего периода работы над проектом велась одноименная с книгой еженедельная рубрика. С гражданами, не имеющими возможности посетить библиотеку, сотрудники библиотеки, волонтеры работали на дому. Также к реализации проекта были подключены все сельские библиотекари и актив населенных пунктов, которые передавали информацию в методический отдел Центральной библиотеки. Основными источниками информации стали публикации в прессе, наградные документы, это могли быть как подлинные, так и копии, письма, фотографии, воспоминания современников и архивные копии официальной документации делопроизводства. Все поступающие работы регистрировались в специально созданной книге учета с указанием даты поступления, количество и видов документов, фамилия, имя, отчество лица, предоставившего документы, контакты лица, а также обязательная пометка о необходимости возврата всех документов или их части. Как оказалось, последний момент далеко не маловажен. Некоторые респонденты просто отдавали материалы, не желая держать их у себя. Но многие расставались на время с дорогими их сердцем воспоминаниями, в надежде на то, что в целости и сохранности им все будет возвращено. А так как чаще всего наши респонденты контингент специфический, это граждане пожилого возраста, то работа по сохранению документов свелась к копированию и сканированию в присутствии респондента. И, конечно, здесь от специалиста требовалась оперативная оценка документов с точки зрения достоверности, содержательности, возможности использования, если это были, допустим, старинные фотографии, потому что иногда один респондент предъявлял до 10, а иногда и более документов. Важной составляющей подготовки документов оказалась и процедура подписи копии документов респондентов и его согласия на их публикацию. Итак, весь алгоритм работы с документами выглядит примерно так. Поступление первоисточника в библиотеку, регистрация источника поступления и контактов, установление достоверности источников и авторства материалов, перевод материалов в электронный вариант, отправка в редакцию, подготовка материала к респондентам и публикация в газете, и, конечно, перевод материалов в соответствующий файл для формирования страниц книги. Как видите, с учетом всех составляющих работы с материалами, временные затраты на обработку документов одной персоной оказались очень велики. Именно поэтому приказом по учреждению была создана творческая группа из 9 специалистов, в обязанности которых входила работа как с документами, так и с респондентами. Одной из самых сложных позиций всей работы с биографическими материалами является установление достоверности фактов и самих документов. Весьма часто после публикации в газете начиналась полемика. Чаще всего спорными оказывались даты, номинанты, цифры, могли и факты. Проверка достоверности сведений занимает много времени. Но в ходе проверки удалось добраться до сути. Истинными признавались официальные документы, авторские документы с подписью, свидетельские письменные записи с датой опроса и подписями респондента и корреспондента. Таким образом, факт, не имеющий ранее документального подтверждения, приобретал определенный статус. И такой замечательный результат краеведческого исследования, как установление достоверности фактов, достигнут по нескольким десяткам персоналей. В ходе работы не только подтверждались, но иногда и опровергались официальные факты полуяковой и более давности. Так, например, при сопоставлении множества официальных источников, в ходе консультаций с профильными специалистами, мы развенчали миф о невероятных в 72 центе урожаях пшеницы на опытных полях 30-х годов. Так как создание книги «Купинский район в именах и лицах» – это заказ учредителя администрации нашего района, то и финансирование проекта произведено за счет местного бюджета, что, конечно, не требует никаких финансовых усилий от учреждения. Но в нашей библиотечной системе накоплен определенный опыт фандрайзинга. Мы активно ищем спонсоров для нашей деятельности. Одна из форм привлечения таковых – это приглашение предполагаемого благотворительного на мероприятие, будь то презентация проекта, где наглядно мы демонстрируем цель проекта, задачи, предполагаемые адресаты, благополучатели. Зачастую в качестве благотворителей выступают руководители предприятий и предприниматели. На сегодняшний день учреждения реализуют еще два издательских проекта, финансируемых нашими спонсорами. Один из них – это тоже проект краеведческой направленности, он адресован всем группам населения. Издание книги местного автора «Легенды Купинской земли». Второй – это также оригинальный проект издания полноформатной книжки детских стихов, иллюстрированной рисунками наших ребятишек. Книга также местного автора. 120 ребят в возрасте от 7 до 14 лет приняли участие в конкурсе иллюстраторов. Выпуск книжки и ее презентация предполагаются в новогодние каникулы. И уже сегодня стало ясно, что тщательная системная работа с биографическими материалами – это правильный подход. Результат издания – это не только сама книга, но и уверенность нашего учреждения в том, что подобные краеведческие исследования и создание конечного обобщающего результата по их документам вполне по силам нашему коллективу. Продолжение следует...